Картошка, свекла, морковь, лук, помидоры, зелень и мясо – стандартный набор для приготовления всеми любимого борща. Блюдо сытное, вкусное, но всем ли по карману? Некоторые жители жалуются – цены на так называемый борщевой набор растут, как на дрожжах. Конечно, выросли. Выросли еще как и везде. Цена – это вообще морковь – 800 рублей. Перец красный – 300 рублей. Это какое время? Его что, на золотом песке выращиваю? Я вообще-то покупаю на ярмарке. Там лучше, да, цена? А там цена по отношению к домогедовому. Там на ярмарке можно поторговаться. Местное отделение партии «Единая Россия» Ленинского городского округа провело мониторинг цен на продукты так называемого борщевого набора, а также помидоры и огурцы в сетевом магазине в торговом центре «Курс», в ближайших стационарных точках торговли, в том числе на ярмарке у кинотеатра «Искра». Мы вышли сюда посмотреть действительно реальная картина, которая отображается, есть ли повышение или нет, не повышение цен, для того, чтобы в дальнейшем отреагировать на то, чтобы эта цена была допустима и для каждого доступна. Такой мониторинг цен на социально значимые продукты, питание активисты «Единой России» проводят уже несколько лет подряд. В каждом регионе сформированы штабы для контроля цен на продукты. Сетевой магазин – это розничный магазин, а также ярмарка. И, соответственно, фиксируем цены из этих разных форматов. Мы смотрим динамику роста цен. По сравнению с прошлым годом мы заметили небольшой скачок. В связи с этим партия «Единой России» сейчас будет принимать конкретные меры по сдерживанию и стабилизации цен. Так сколько же сейчас стоит кастрюля борща? Партийцы вместе с жителями решили это выяснить и соврать продуктовый набор. Сколько нужно? Такая картошка такой нету. Где-то пять штучек там. Овощи обошлись в 160 рублей. Мясо, естественно, подороже. За килограмм с лишним свиных ребрышек – 350. Итого, кастрюля борща современным хозяйкам обходится в среднем в 500 рублей. Борщевой набор инициаторы рейда подарили ведновчанке Марине Комиссаровой, помогавшей в его сборе. Ну а «Единая Россия» совместно с правительством Российской Федерации, региональными властями и экспертами продолжат работу по ограничению роста цен на продукты первой необходимости. Промежуточные итоги партийцы подведут уже через две недели. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.